На протяжении миллиардов лет идет невидимая война. Количество жертв не поддается подсчету. Полем боя может быть все что угодно. Ваш организм, почва, растения. Слово «бактерия» у большинства людей ассоциируется с чем-то опасным и неприятным. В лучшем случае вспоминаются йогурт и кефир. В худшем случае – инфекции, чума. Но бактерии бывают и полезные, и вредные. На что же способны эти мельчайшие микроорганизмы? Большая часть всех микроорганизмов, обитающих на планете Земля, живет в почве. В одном грамме почвы содержится до 2 миллиардов микроорганизмов. Благодаря такой колоссальной численности, почва превратилась в мощнейшую биохимическую машину, которая пропускает через себя большие потоки вещества и энергии. Процессы, протекающие в этой машине, позволяют доставлять растениям питательные вещества, химические элементы и даже гормоны роста. К сожалению, сегодня почва не так богата полезными микроорганизмами. А почему? Потому что произошла перегруппировка почвенной микрофлоры. Стало больше фитопатогенов вследствие применения только химических средств защиты растений. Фитопатогены – это бактерии и грибы, возбудители болезни растений. В процессе питания они выделяют биологически активные вещества, которые губительно действуют на обмен веществ, поражая корневую систему, нарушая функцию хлоропластов, ростовые процессы, поступление питательных веществ и вследствие чего приводит к снижению продуктивности или полной гибели растений. В 20 веке земледельцы боролись с фитопатогенами, преимущественно используя химические средства защиты растений. С каждой обработкой они убивали почти все бактерии. Не только вредные, но и полезные. Выживают только сильнейшие организмы. И чаще всего это фитопатогенные грибы и бактерии. У них появилась возможность для роста за счет более низкого, качественного и количественного разнообразия микробов. Новый штамм мы эволюционировали и стали более устойчивы к химическим средствам защиты растений, которые мы применяем. В результате фитопатогены могут развиться даже до уровня полной устойчивости к химическим препаратам. Аграрии вынуждены увеличивать дозы химических средств защиты растений. Это, в свою очередь, несет серьезные последствия для нашего здоровья и природы, которую мы разрушаем. Почва превращается в безжизненную пустыню. Мы можем сколько угодно давать минеральных удобрений, но они уже не дадут того эффекта, что 60 лет назад, когда в почве полей кипела жизнь. Известно, что один килограмм минеральных удобрений давал прибавку до 25 килограммов зерна. Сейчас же намного меньше – всего лишь 5-6 килограммов. А все почему? Потому что некому перерабатывать минеральные вещества в доступную для растений форму. Практический интерес представляет использование некоторых агробактерий для борьбы с фитопатогенами и восстановления микробиотой почвы. Эти микроорганизмы образуют так называемые растительно-микробные сообщества, выгодные не только бактериям, но и растениям. Растения выделяют сахара и другие питательные вещества, которые бактерии употребляют в пищу. Взамен они снабжают растения макро-, мезо- и микроэлементами, в легкоусвояемой для растений форме – аминокислотами, фитограммонами и другими полезными веществами. Необходимо отметить, что производство биопрепаратов с агробактериями – это очень сложный и тонкий процесс. Каждая бактерия требует индивидуальный подход. Микробиологи-селекционеры отбирают штаммы с самыми лучшими свойствами. Затем проводят подбор оптимального состава питательных сред для обеспечения максимального выхода титробактерий и активных метаболитов. Широкое применение на полях России и зарубежья получил всемирно известный биофунгицид фитоспорид, основой которого является бациллос субтилис. Сенная палочка, являясь эндофитом, поселяется внутри растения и работает как целая фабрика по производству биологически активных веществ, способствующих повышению иммунитета растений и реализации потенциала его продуктивности. Бактерия в процессе своей жизнедеятельности выделяет антибиотические вещества. Она способна изменять их структуру, поэтому к ним не возникает привыкания у фитопатогенных бактерий и грибов в отличие от химических фунгицидов и антибиотиков. Патоген стремится занять всю поверхность питательной среды, но бациллос субтилис не позволяет грибу занять всю территорию. В центре чашки образуется зона, в которой патоген уничтожат. Происходит это из-за того, что бактерии-антагонист выделяют фрегменты, лизирующие, то есть разрушающие клетки патогена. Эффективность болезненных бактерий в борьбе с патогенными микроорганизмами определяется по диаметру зоны лизиса патогена. Чем больше диаметра зоны, тем больше выделяется активных веществ, тем лучше антагонистические свойства бактериального штамма. Аналогичный процесс происходит и в полевых условиях. Поселяясь в почве, бациллос субтилис вытесняет патогенную микрофлору. Кроме того, разрушаются остатки пестицидов, оздоравливается почва, создаются благоприятные условия для развития почвенной микрофлоры. В процессе жизни бактерии выделяют ростостимулирующие вещества, полисахариды, аминокислоты, гормоны роста, которые благоприятно влияют на ростовые процессы растений. Мощно развивается корневая система и образуется большое количество корневых волосков, которые в дальнейшем влияют на урожайность сельскохозяйственных культур. Благодаря выделяемым бактерии фитогормонам сохраняется рост всех органов растений, даже в крайне неблагоприятных условиях, к примеру, недостаток или избыток влаги, тепла, пестицидный стресс. Большинство аграрьев теперь понимают, что вопрос борьбы с фитопатогенами только одной химии не решить. Химические средства защиты растений должны выполнять только роль скорой помощи в экстренных ситуациях. Только при применении препаратов, содержащих полезные микроорганизмы, аграрии не только могут защитить посевы от болезней, но и получить экологическую чистую продукцию, сохранить здоровье почвы и наш окружающий мир. Продолжение следует...